Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами на одну весьма деликатную тему, а именно о том, как снизить неприятный запах в наших дачных туалетах. На сегодняшний день в магазинах продается большое количество различных средств для уничтожения запаха. Они делятся на две главные группы. Первая группа это окислители, это что-то вроде отбеливателей, которые называются персоль, тамбос и так далее. И вторая категория это микробные преобразователи, органики, которую мы там оставляем, которые смещают процессы, определенные происходящие в туалете, и запах немножечко уменьшается. Ну или даже значительно уменьшается в зависимости от того, какое качество этих препаратов. Но я сегодня хочу поговорить о других способах. Дело в том, что запах, который формируется в туалете, и вот эта его неприятная компонента, то же самое касается органических удобрений, навоза, помета и так далее. Это несколько, конечно же, это сложная органика, сложные смеси органических веществ, но наиболее вонючестью большой обладают, конечно же, аммиак. Такой резкий неприятный запах в процессе разложения азотистых веществ выделяется аммиак. Также сероводород иногда и также различные производные масляной кислоты. Масляная кислота, несмотря на всю ее большую пользу для растений, даже для человека, образуется в результате разложения целлюлозы, которую едят коровки. Да, и навозик пахнет, которую мы потребляем вместе с растительной пищей, и микробы преобразуют эту самую целлюлозу в масляную кислоту, и она там тоже вступает в различные реакции, и образуется вот этот запах. Так, существуют для обеззараживания вот этих всех, так сказать, накоплений туалетных различные способы, в том числе древние, когда мы кладем в туалет, засыпаем залу, когда мы туда засыпаем известь. Но это, да, действительно хорошо с точки зрения убийства бактерий, которые там находятся. А нам все-таки надо уничтожить запах. Так вот, любопытно, что некоторые способы, которые связаны с заселением микроорганизмов, они связаны с заселением туда молочно-кислых микроорганизмов, которые выдерживают вот этот биохимический котел под названием дачный деревенский туалет, и таким образом смещают реакцию вот этой всей массы, что она становится более кислой. И в кислоте связывается аммиак в виде аммония, перестает образовываться сероводород, и в значительной степени снижается деятельность вот этих самых масляно-кислых бактерий. Но есть путь и прочий. То есть, один из путей, собирайте, пожалуйста, рассол от кислых огурцов с кислой капустой и лейте туда в туалет. Вопрос только, сколько нужно. Никто вам не ответит, сколько нужно, пока вы не попробуете, потому что у всех разные туалеты, у всех разная напряженность на эти туалеты. То есть, лейте сколько не жалко, что называется, да, и смотрите, хватает, не хватает. Но есть еще более простой способ. Можно взять обыкновенный 9% уксус. Возьмите самый дешевый там или техническую уксусную кислоту, или уксусную эссенцию, если она вам доступна, разведите, чтобы она была безопасна там до 10% состояния. И какое-то количество влейте в ваш дачный туалет. И вы увидите, насколько снизится у вас запах этого туалета. Кроме того, что туда еще не будут летать мухи там и всякая другая ерунда. Но есть еще более эффективный способ, потому что уксус все-таки стоит немножечко подороже, это пищевой продукт. А в любом магазине, автомобильном или хозяйственном, вы можете купить то, что называется преобразователь ржавчины. Это ортофосфорная кислота, которая еще и хорошее удобрение для растений. А также электролит для аккумуляторов, который представляет из себя раствор серной кислоты. Вы можете разбавлять эти растворы в ведре воды, делайте стандартный раствор из стакана любого из них на ведро воды. И это ведро воды бух туда в туалет и выливайте. И дальше смотрите, насколько вам этого раствора хватает. Конечно, когда вы это делаете первый раз, то может от одного раза эффекта и не будет такого уже полного. Значит, сделайте через несколько дней еще раз, еще раз. И после этого вы заметите, насколько запах в туалете пропадает. Затем возьмите в привычку вливать, например, еженедельно такой раствор в туалет, и все будет хорошо. Что ж, эти простые элементарные способы очень-очень дешевые, потому что вот эти электролиты, преобразователи ржавчины, да и уксусная кислота, уксус в магазине не такие дорогие. Закисляйте содержимое в ваших туалетах, смещайте в нужную сторону процессы, которые там идут, и все будет хорошо и замечательно. Не будет вас тревожить этот запах. На этом я прощаюсь с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok